Есть другая сказка, она более страшная, и мы ее расскажем, чтобы иллюстрировать те процессы, которые происходят на самом деле под камеру, подловив нетрезвого господина Хэ, господин Дэ и его палочка-выручалочка Чу. Всем уже известна история о том, что случилась драка между партийными функционерами КПРФ в Уфе, мы уже услышали сказки, которые они рассказывают о причинах этого поединка, даже вышла публикация про Уфе, объясняющая эту историю с одной стороны. Но вот есть другая сказка, она более страшная, и мы ее расскажем, чтобы иллюстрировать те процессы, которые происходят на самом деле в партии коммунистов в Башкирии. Один коммунист, назовем его коммунист Дэ, он возглавляет один из районных органов КПРФ, выдвинул от своего района на выборы в госсобрание другого коммуниста Хэ. И вот этот коммунист Хэ, конечно, был опекаем коммунистом Дэ, всячески ему помогали пройти на выборы, и вот прямо перед выборами к коммунисту Дэ приезжает коммунист Сэ. И предлагает ему денег за то, чтобы тот снял своих наблюдателей с этой, значит, всей работы, с избирательных участков, на которых избирался коммунист Хэ. Честный и благородный коммунист Дэ отказался гневно получить эту взятку, но побежал к коммунисту Хэ и эту историю рассказал. Коммунист Хэ поблагодарил своего соратника и пообещал ему 150 тысяч денег за то, что тот выстоял перед соблазном получить, правда, меньшую сумму взятки. А также господин Хэ пообещал господину Дэ, что если он проходит в госсобрание, то получит он особый приз – 150 тысяч рублей. А еще 150 тысяч он получит, если и жена этого коммуниста Хэ тоже пройдет в госсобрание. Выборы отшумели, все благополучно избрались, в том числе и господин Хэ со своей женой избрались в депутаты госсобрания. Но вот денег почему-то не заплатил. Господин Дэ опечаленный ходил кругами, плакал, клянчил, ссылаясь на молодой возраст и большие потребности, выпрашивал обещанные деньги у господина Хэ, но безуспешно. Правда, в определенный момент господин Хэ сказал, ладно, черт с тобой, давай бизнес будем мутить. И говорит, давай-ка мы с тобой сделаем сейчас какую-нибудь кальянную в Сипаилово и будем деньги грести лопатой и заодно, как говорится, рассчитаемся по долгам. Господин Дэ дико обрадовался, побежал, арендовал помещение, но дальше дело почему-то тоже не пошло. Господин Хэ внезапно передумал и в конечном итоге вообще сильно-присильно швырнул господина Дэ на ржавый гвоздь, не заплатив ему ни копейки из обещанных денег, не устроив никакого бизнеса и так далее. Опечаленный господин Дэ поправил свой коммунистический галстук и стал думать, что же ему делать дальше. Ну, как положено в сказках, значит, Иванушку, дурачку, должны помогать всякие волшебные животные. И тут появилась волшебная животная Чу, которая пришла и сказала, а давай-ка мы сделаем харассмент, дорогой мой друг. Тот переспросил, а что, говорит, такое харассмент. Это, говорит, такая фигня в Америке модная нынче. Всех обвинить, что кто кого за попу потрогал, кто на кого косо посмотрел, считается домогательством ужасным. И вот под камеру, подловив нетрезвого господина Хэ, господин Дэ и его палочка-выручалочка Чу совершили вот эту историю, которую мы уже все видели на видео, как, значит, там слегка зарядили по лицу и обвинили его в домогательстве к некой барышне. Правда, господин Дэ на видео называет его «баба моя». Ну, как говорится, у кого чего принято. На самом деле, вот эта госпожа С, она работает помощником господина Хэ, видимо, получает зарплату. Но не такую большую, чтобы господин Дэ смирился и отказался от своих денежек. Вот, собственно, сказочке конец. У нее совершенно несчастливый, на самом деле, конец. И совершенно непонятно, что будет происходить дальше. А теперь я обращаюсь к Геннадию Андреевичу Зюганову. Не к Деду Морозу, а именно к Геннадию Андреевичу Зюганову. Дорогой дедушка Зю, пришли, пожалуйста, нам сюда, в Уфу, какого-нибудь своего грозного дяденьку, например, какого-нибудь Афонина. И пускай он наведет порядок в нашей совершенно прогнившей ячейке Коммунистической партии Российской Федерации. И дело вовсе не в том, что мы ее безумно любим или, например, голосуем за нее, а в том, что эти люди, они, в общем-то, депутаты. Они, хочешь не хочешь, вершат нашу судьбу, принимают решения, принимают бюджет и так далее, и так далее. Вот давай-ка, Дедушка Зю, оторви попу от стульчика, или пошли какого-нибудь человечка сюда, в Уфу. Пускай он порядок наведет в этом болоте и сотрет эту болевотину с лица доблестной Коммунистической партии Российской Федерации. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her king. Субтитры создавал DimaTorzok